Реальность Итак, крылья. Они есть у Бога. Под этими крыльями мы безопасны. Когда Он любит народ свой, Он как птица собирает птенцов своих под крылья, так Бог собирает нас возле Себя. Он пытается прижать нас. Он пытается дать каждому из нас почувствовать тепло своего сердца. Он каждому из нас хочет дать возможность послужить сердцебиение. И Он хочет, чтобы каждый из нас услышал в каждом стуке его сердца. Вы, мои дети, я вас обожаю. Я вас сотворил по своему образу и по тому. Если я все этот мир устроил, неужели вы думаете, что я не смогу решить твою проблему, что я не могу обуздать твой характер, что я не могу спасти твоего родственника, я не могу решить твои кредитные проблемы, я не могу решить твои физические недоразумения. Да, Боже мой, если ты меня держишь в своих руках, все, для меня абсолютно все равно, что происходит вокруг меня. Амин. Самое главное быть в Его руках. И если я почувствовал, что Бог со мною, и я надеюсь на Бога, то Бог обновляет мои силы, Бог обновляет мою веру, и у меня появляются крылья. И уже характеристика Бога становится моей характеристикой. Вы понимаете? У меня уже под моими крыльями, вот моя команда, мои последователи, мои друзья, родственники, я уже как та птица, я уже как тот, который поднимает эти крылья. И под моими крыльями кто-то безопасен. И под моими крыльями веры кому-то становится хорошо, и кому-то становится безопасно. Мы нужны друг другу. Мы нужны друг другу. Потому что каждый из нас может оказаться для другого крыльями. Я однажды читал эту миниатюру, хотел бы сейчас ее тоже зачитать. Есть люди, которые имеют откровение о крыльях, есть люди, которые в конце жизни получают откровение о крыльях. Есть люди, к сожалению, которые, увы, уверовали, что рожденный ползать уже никогда не сможет летать. Дьявол может кого-то убедить, ты в жизни не станешь праведным человеком, ты никогда не станешь порядочной матерью, ты никогда не сможешь быть настоящим мужиком. Ты вообще, ты вообще ничтожество, ты вообще все, ты полный лузер. У тебя в жизни ничтожество, и ты думаешь, все, тебя чморили, тебя просто топтали, тебя разрушали с детства в садике, в школе, друзья, в церковь пришли. И в церкви какой-то негодяй нашелся, который просто умудрился еще и в церкви тебя растоптать. И ты слушаешь такие проповеди, говоришь, да бред это полный, да это полный бред, о чем вы говорите? Посмотрите вокруг себя, рожденный ползать, рожденный в проклятии и умрет проклятым. Когда Вартимей пытался кричать, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Скажите, кто его долбил? Кто его разрушал? Кто останавливал его? Фарисеи, враги внешне, ученики Иисуса. Эти ученики Иисуса, они столько зла наделали, чтобы он за всю свою жизнь старались все это поправить. Я не знаю, получилось ли у него что-то, или у них, или нет. И вот шедшие впереди, шедшие впереди, которые должны наоборот людей к Иисусу тащить. Родился слепым, помрешь слепым, чего отвлекаешь учителя? Слепошара. Стоял здесь, вот и стой дальше. Сколько оскорбительных слов. Мы в свой адрес за всю жизнь могли услышать не от тех неверующих, хотя среди неверующих более порядочных тысячу раз может быть больше, именно вот от церковных людей, вот от фарисеев, вот от идущих впереди, которые трутся вокруг Иисуса где-то там. Замолчи, замолчи. А тот парень говорит, эй, ученики и Иисус это не одно и то же. Слава Богу за тех, кто получает это откровение. Слава Богу за тех, кто отличает разницу и видит, что ученики, идущие впереди, и Христос это не одно и то же. И он кричал еще громче. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Слепой еще, ничего не видит. Боже мой. И он говорит, замолчи. Ты родился, ты слепец и умрешь. Все. И тебе больше ловить нечего. Он говорит, нет. Я свой шанс не пропущу. Обновятся в силе своей не те, кто молчит. Обновятся в силе своей те, кто кричит. Если хочешь обновиться в силе своей, не молчи. Если хочешь обновиться в силе своей, чтобы глаза открылись, чтобы достоинство пришло, кричи. Молчать не буду. Всех перекричу. Я жить хочу. Иисус раздвинул эту толпу учеников, которым ничего не надо было. Слушай, что ты хочешь? Прозреть хочу. Я представляю, как этот слепой схватил его за пиджак и сказал, все. Не отпущу. Не отпущу, пока ты не благословишь. Вот так действует вера. Вы знаете, почему многие не получают исцеление? Объясняю. Я не верю в чудеса, когда вперед вышли больные, калеки. Тупо стоят просто. За них должен верить евангелист. Да мне это не нужно. Это твоя проблема. А когда он уже у трех был, а этот четвертый такой же, а Ферюга, только проповедует умно. А так ни помазания нет. Ничего. Ну давай, попробуй. Вот сюда. Руку возложу, вот сюда. Извини, пожалуйста, вера так не выглядит. Поэтому и не надо там что-то стоять, сопли вытирать, как некоторые обнимают. Иисус вообще никому в ухо не целовал. Он в глаза им плевал. И говорил, прозри и посмотри, кто рядом с тобой стоит. Вера так не выглядит. Как будто это мне надо. Как будто это Макаренко надо. Дбенихину кому-то надо. Это уже двадцать пятый евангелист. Ну, посмотрим. И еще кряхтит, посмотрим. Помазание есть. Что ты кряхтишь? Кряхтел и дальше кряхтишь еще двадцать лет. Вы понимаете? Исцеление будет получать не вот эти пассивные, нейтральные калеки-инвалиды, которые ничего не хотят. Я не против них. Может, им даже нравится, чтобы на колясочках пристроились. Знаете? Работать не надо. Вы знаете, это же выгодно. Почему, когда Христос пришел, там вот в этом, в одной церкви, помните? Вефеста называлась. Там сплошные коленки были, им нравилось. Их кормили, поели, вокруг них порхали, подтирали, подмывали, чистили, все. Ну, это вообще король. Король таких привилегий не имеет. Поэтому Иисус спросил, хочешь ли ты быть здоровым? Господь, ну что за вопрос? Это мы думаем, что это глупый вопрос. А Иисус глупых вопросов не задает. Сейчас чуть-чуть там, у кого-то там, что-то, ой, ой. Вот я заметил, что вот женщины больше терпят боль. Они в 10 раз боль терпят и не говорят никому. А мы, мужики, чуть-чуть там, ой, ой. И вокруг нас уже все, тихо-тихо, не трогай. Ой, возьмите портфель, а то у меня переломится позвоночник. И мы начинаем вокруг. А когда ты в роль, ладно, это когда эпизодами, а когда в роль входишь. А как из нее выйти? Ведь сам будешь портфель таскать. Теперь на работу надо пойти, зарабатывать деньги. А так лежал. Ой, 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 ой. Поэтому, знаете, я вот когда вижу, когда есть вера, тогда будет исцеление. Когда больные орут, кричат, хочу жить, хочу прозреть, хочу, чтобы этот рак закончился. И я хочу видеть славу Божью. Вот тогда Бог придет и явит славу. А когда их тащат, как бревна, ну, пришел. Да не хочешь, не надо. Бог насильно никому не дает здоровья. Все приходит только по вере. Так, это вопрос не только исцеления. Послушайте. Ты говоришь, ну, это больные, больные. Так мы больные с разных сторон. У кого-то болезни физические, у кого-то болезни экономические, у кого-то ментальные, у кого-то религиозные или что. Деньги. Вот еще вопрос. Хочешь процветать, орать надо. Прорываться надо. Кричать Богу, прибежище Моя, сила Моя, как в Артеме, не отпущу, пока ты не благословишь Меня. Иисус, Сын Давидов, помилуй Меня. И Господь никогда не пройдет мимо. Он скажет, слушай, хотел уйти, да вот-вот-вот-вот сцепился, а? Вот сцепился, а? Вот сцепился. Так вцепись в Господа своими криками. Скажи, Бог, не отпущу, пока ты не благословишь Меня. Бог Мой, прибежище Мое. Сила Моя, исцеление Мое. Прозрение Мое. Не отпущу, пока ты не благословишь Меня. Закричи, Аллилуйя. Аминь. А вера бывает фрегидная, поэтому, ну, Бог, бери. Бог говорит, не возьму. Здесь должна быть абсолютная взаимность. К чему же мы это пришли сюда? Мы к крыльям пришли. Аминь. Бог желает явить славу Свою. Я это к чему говорю? Что нас гнобили. Где только это невозможно. Дьявол использовал людей. В доме, в родстве, в церкви, идущие впереди, говорят. Ему, все, молчи. А другой говорит, громко молиться не надо. Религиозное воспитание. Боже мой. Сколько мы говорим. Что вы орете? Бог глухой. Бог не глухой. Бог не глухой. Он просто веру хочет увидеть. Он хочет видеть просто твое. Твою веру. А вера, Писание говорит, устами исповедует. Устами исповедует. Устами исповедует. Когда человек погибает, тонет и орет. А ты подходишь к нему. Ты что разорался? Ты что разорался? Что нельзя культурно просить о помощи? Пока он будет культурно просить о помощи, он на дне окажется. Культурно. Я не понимаю, почему. Когда в физическом мире люди погибают и кричат о помощи, их крик отличается от крика тех, кто хочет от Бога получить спасение. Не понимаю. Не понимаю. Там кого-то насилуют. И женщина кричит. А, тихо, ну что ты разоралась? Ну так же нельзя. Это же не культурно. Ну как не культурно? Если я хочу получить освобождение, а не удовлетворение, то я буду орать и говорить, помогите. Аминь. А когда тебя дьявол насилует, бесы там, не знаю, что с тобой творят. Господи. Ну культурно же надо молиться. Что вы орете Богу? Вы знаете, крик, это не то, что уши, пробки у Бога в ушах. А это реакция твоей души, которая устала жить в рабстве, которое надоело быть в цепях, которое надоело болеть, которое надоело быть в нищете. И ты говоришь, все, пришло время. Я хочу вцепиться. И я хочу прозреть. Халлелуя. Закричи халлелуя. Мы поднимем крылья, как орлы. Ну вот. И очень многие люди не имеют этих откровений о крыльях. Пойми, если ты не оторвешься, если ты не поднимешь крылья, ты будешь слепым, ты будешь одиноким, ты будешь в депрессии. У тебя будет, ну, дьявол просто тебя просто уничтожит и все. Запомните, за свое спасение надо бороться. И еще Царство Божие силою берется. И употребляющую силе восхищает его. И более того, Бог дает тебе и друзей правильных. Он дает тебе и правильную церковь. Он дает тебе даже правильное слово Божье. Откуда может прийти помощь. Но. Знаете, что очень часто крылья, которые для тебя являются спасением, вдруг начинают тебе казаться, что это абуза, от которых надо освободиться. Вот где самая главная засада. Вот как раз на эту тему. Послушайте. Это терзание философа на смертном ложе. И вот он перед смертью все это как бы осмыслил и записал. То, что он понял. Откровение о крыльях на смертном ложе. Ну, то есть полная лажа. Крылья. Крылья. У меня они были. И вместо того, чтобы летать, я учился ходить. А они мешали мне. Как они мешали мне ходить. Вот если бы я раньше знал, что важнее в жизни не то, что есть, а то, что мешает, я бы много что поменял в жизни. Я подчеркну мысль, послушайте. Важнее в жизни, оказывается, не то, что у тебя есть и то, что тебе помогает, а очень часто то, что тебе мешает, это как раз и есть самый главный момент в жизни. 30 лет я пытался ходить. Ходить по грязи. Топать по грешной земле. И теперь, когда мое время прошло, я понял это. Крылья, крылья. Я не понимал, что мое место не на грешной земле в грязи, а мое место в небесах. Как высоко я мог взлететь, жить на вершинах, но, увы, всю жизнь я шел по неверному пути. Судьба жестоко обошлась со мной. О, крылья, крылья. И только перед смертью понял я, зачем они. В изгнании на земле, средь гиканья зверей, ему ходить мешали крылья исполина. Позднее, запоздалое откровение. То, что могло помочь тебе оторваться от земли. То, что тебе могло помочь вырваться из нищеты. То, что тебе могло помочь вырваться из глупой толпы, которая кричала, распни его. То, что для тебя служило благословением, ты это не понял. Как этот Израиль, как Иисус однажды сказал, о, Иерусалим, Иерусалим, если бы ты только знал, что служит миру твоему, если бы ты знал, что я для тебя являюсь крыльями исполина, я могу поднять тебя над другими народами, я могу тебя оторвать от нищеты и проклятия, я могу тебя сделать славнее всякого другого народа. А Иерусалим, эти крылья мешают нам ходить среди таких же слабых, грешных, примитивных и убогих народов. Иисус, ты мешаешь нам. Иисус говорит, я не мешаю, я ваши крылья. Я могу помочь вам взлететь. Ты мешаешь нам. Нам кажется, что то, что нам мешает, это проклятие. Иисус так мешал этим фарисеям. Иисус так мешал этим законникам. Он исцелял, освобождал, показывал путь, показывал высоту, показывал силу, показывал защиту. Но эти крылья никому не пригодились. Другими словами, нам не нужна сила. Нам не нужна высота. Нам не нужна безопасность. Окей. В сороковом году от государства Израиля не осталось ровным счетом ничего. Сравняли с землей. Почему? Государство Израиля в сороковом году прекратило свое существование. Не было силы. Не было высоты. Не было безопасности. Не было крыльев. И ты эти крылья отказался от них. Если ты вовремя не получишь этого откровения о крыльях Исполина, ну тогда под старость лет можешь приблизительно написать вот такую эпитафию. Ходил, концы с концами сводил, болел, скрипел, друзей не было, имени не было, богатства не было, прожил как сквозняк, просто тупо, серо, неинтересно. В чем дело? Почему? Почему? В этой грязи наверное карма, наверное проклятие, наверное что-то сыграло. Нет. Ты отказался получить откровение о крыльях. Сегодня кто-то должен получить откровение о крыльях. Есть время, когда ты являешься моими крыльями. Почему? Я должен ценить тобой. В других случаях я могу стать твоими крыльями, получи откровение об этом и я тебе нужен. В определенное время мы нужны друг другу. Буквально несколько моментов Бытие 37. И увидели братья его, что отец их любит, что отец их любит его более всех братьев его и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И увидел Иосиф в сон и рассказал братьям своим и они возненавидели его еще больше. Вы знаете в подробностях всю эту историю. То, что тебе мешает на самом деле часто важнее, чем то, что ты имеешь. Из-за того, что у тебя глаза закрыты, из-за того, что ты не понимаешь кто рядом с тобой, из-за того, что ты не понимаешь эти сны, откровения, поведения, маневры. Тебе так хочется освободиться от того, которое однажды, как крылья исполина поднимет тебя совершенно на другой уровень. А сколько лет пройдет? А сколько будет потеряно? Сколько мы тратим своих сил? Сколько мы тратим энергии, чтобы бороться с своим собственным благословением? Ненавидели Иосифа, завидовали Иосифу, избили Иосифа, бросили в ров, продали, обманули, как классно избавились. Нам не нужны эти крылья, нам не нужна эта обуза, нам не нужны эти штуки, которые висят, потому что мы рассчитываем ходить по грязи, мы рассчитываем ходить по этому куриному твору, мы рассчитываем ходить среди этого религиозного, тупого, убогого мира, нам здесь хорошо и нам здесь крылья не нужны. Алексей, нам не нужны твои какие-то глобальные откровения, нам не нужны какие-то эти глобальные рассуждения, дай нам спокойно жить вот здесь, в этой маленькой грязи, будем друг другу сопли вытирать, будем друг другу завидовать чуть-чуть, но, друзья мои, Иосиф бесил своих старших братьев еще больше, какие-то сны, какие-то серпы, какие-то там колоски продали, предали, избавились. Боже мой, сколько мы боремся со своим собственным благословением и не понимаем, что Бог нас сотворил не для того, чтобы ходить по этой грешной земле, а парить в небесах. уповающие на Господа не будут ползать по грязной, грешной, проклятой земле, уповающие на Господа поднимут крылья, и они взлетят. И смотрите, какая трагическая история, через сколько времени, сколько лет потребовалось, чтобы эти парни получили откровение о крыльях, слава Богу, не на смертном ложе. И когда стоял Иосиф во всем блеске, царственная сутана, порпурная накидка, перстень, вся власть страны в его руках, и стоят эти оборванные, голодные, жалкие, грязные братья, и тогда на этих коленях голодные братья получили откровение. Иосиф, на самом деле ты являешься для нас крыльями из полина, ты поднимешь нас из той нищеты, можно мы к тебе пойдем? И он мог сказать, под моими крыльями ты будешь безопасен, там есть сила, там есть высота, там есть безопасность, возьмите моего отца, возьмите пожалуйста все, что у вас есть, все пожитки, идите сюда, я вас не обижу, вы здесь будете защищенными и благословенными, Боже мой, но это лучше, чем на смертном одре, но это же лучше, чем на смертном одре, однажды Лоту показалось, что Авраам обуза, и не понимал он, что Авраам для него является крыльями из полина, защита, благословение, Боже мой, ушел, он думал, что и у него такие крылья, остался ни с чем, запомните, там нет, где нет покровительства от Бога, там, где нет Божьих крыльев, там нет силы, там нет высоты, там нет безопасности, но тот и живет под кровом Всевышнего и под сенью всемогущего покойца он будет видеть крылья, потому что перьями своими он осенит и под крыльями его будешь безопасен, пошел в сад дом, ушел из-под этих крыльев, все потерял, все потерял, все потерял, и откровение о крыльях тоже потерял, Боже мой, кто-то из нас сегодня должен получить откровение, что нельзя рубить сук, на котором мы сидим, нельзя плевать в колодец, из которого мы пьем, нельзя уходить из-под благословения Авраама, от которого зависит вся наша жизнь, а потом говорим, судьба такая, а потом говорит, твердословная проклятие, прекратите спекулировать на этой теме, нет такого проклятия, из которого Бог бы не поднял, для тебе нужны для этого крылья, рядом с тобой должен быть Божий человек, рядом с тобой должен быть человек, который под Божьими крыльями расправляет свои крылья, и тогда под этими крыльями у тебя будет полный ажур, у тебя будет защита и благословение, Амин, Боже мой, когда Давид пришел на поле сражения, и братья ему пришли, вот запомните, вот запомните, это закон жизни, тот, кто больше всего тебя раздражает, тот, кто больше тебя бесит, тот, кого ты называешь, что у него дурное сердце, и тот, который является твоей главной, главной помехой, раздражительным фактором, пройдет время, и этот человек будет для тебя великим благословением, Давид, что он только не слышал в свой адрес, быть крыльями на самом деле не так-то просто, потому что эти крылья тебе так часто будут пытаться обломать, обломать, чтобы и не ты не взлетел, и если не я не взлетел, чтобы и ты не взлетел, дурное сердце, пришел сюда, да, как мешают эти крылья жить маленьким, узким, скучным, бестолковым мире, конечно, конечно, просто для тусовки эти люди неудобны, просто для религиозного времяпровождения эти люди неудобны, но когда придет реальное испытание жизни, ты без этих людей не обойдешься, амин, потому что вера Божья измеряется не неделями, не часами и днями, программы Божьи оцениваются годами и десятилетиями, амин, и потом пришли и получили откровение, знаете, друзья, что признание Иисуса Христа придет и для Израиля, когда Израиль обратится и признает его Мессией и скажет Иисус, ты для нас являешься крыльями исполина, которые с долины Армагеддона, ты поднимешь и спасешь нас, Халлелуя! Давайте откроем последнее место, 2 Тимофея, 1 глава, по сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, я уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе, храни добрый залог Духа, Духом Святым, живущим в нас, ты знаешь, что все осийские оставили меня, да даст Господь милость дому Анисифора, за то, что он многократно покоил меня и не стыдился у моих, но быв в Риме, с великим чанием искал меня и нашел, даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Итак, первая, первая мысль, по сей причине я страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал. Не так уж много романтики было в жизни Павла, что ему только не приходилось переживать, но я знаю секрет его силы, высоты и безопасности. Я знаю, в кого я уверовал. Как Давид говорит, я всегда видел перед собою Господа, ибо он одесную меня не поколеблюсь. Поэтому у Павла были свои крылья исполина, под которыми были уже его птенцы, его последователи, его ученики. И он говорил Тимофею, Тимофей, пусть дьявол не обманет тебя, потому что для многих я стал обузой. Павел с такой неудобной репутацией его ограничивают там, его гонят там. Когда говорят о нем, скандалы поднимаются, а многие говорят, да лучше спокойно жить, этого Павла не касаться, потому что не поймешь его откровения, даже среди апостолов говорят, какие-то неудобоваримые какие-то вещи, он говорит, вообще его не поймешь. Сто лет это все надо, и многие ради того, чтобы опять вернуться на уютный, куриный, религиозный дворик, уходят от этих крыльев и говорят, нам не нужны полеты, нам не нужна высота, нам не нужны эти глобальные откровения. Осийские там ушли оттуда и там другие, там Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Павел для многих был обузой, и эти крылья Исполина, человек, который был на небесах, который встречался с Богом, человек, который весь языческий мир поднял на уши, который там утвердил Царство Божье. Вы знаете, люди говорили такие вещи, ай, отработанное сырье, ай, безумец, что вы, большая ученость довела его до безумия. И он говорит Тимофею, слушай, Тимофей, не будь безумен, тебе эти крылья еще пригодятся. Тебе эти крылья еще пригодятся. А если между строчками Павел задавал им вопрос, слушай, ты начинающий, ты веришь в большие откровения, да, ты веришь в большую судьбу, да, ты веришь в большого Бога, да, ты веришь в великие, Божий план, ты должен знать, тебе нужна сила, тебе нужна высота, и тебе нужна безопасность, и без крыльев исполина вряд ли ты сможешь это достичь. И это Тимофей, смотря, как много людей уже ушли и сказали, нам эти крылья не нужны, он оставался и говорил, нет, а мне эти крылья нужны, потому что я верю Богу, и я хочу исполнить на земле Божью волю. Уповающие на Господа поднимут крылья свои. Это хорошо, друзья, поднимать руки во время молитвы, но поднять крылья это что-то другое. Вы знаете, мы возносим руки свои во время благоприятных условий, когда здесь тихо и спокойно, а крылья мы поднимаем тогда, когда против нас дует ветер, шторм, и мы поднимаем эти крылья не для того, чтобы шторм нас забил на земле, но чтобы нам подняться вверх. Но я думаю, что между этими моментами есть связь, если мы не поднимаем рук в молитве перед ним, мы никогда не сможем поднять крылья во время пури. Я бы очень хотел, чтобы сегодня Дух Святой кому-то из нас открыл эту истину. Кто для тебя сегодня является крыльями? Кому ты являешься крыльями? Разберись. Но одно понятно всем нам, кем бы мы ни были, нужен Всевышний, нужен Бог, под кровом которого мы обретем силу, высоту и безопасность. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok